Всем привет, друзья! Я вновь играю в Battle Eastland Commanders. Уж что-то я подсел, казалось бы, на эту простую, но больно интересную в плане тактики, игрушку. У меня, кстати, есть четыре, а нет, даже шесть открытых, открытых паков. Давайте-ка их откроем и посмотрим, что мне из этого досталось. Я специально их открывал и ждал, когда они все вместе будут открыты, и можно будет посмотреть, что из этого мне выпадет. Давайте начнем со сброса припасов. Посмотрим, что мне перепадет. Из них выпадают всего лишь три карточки, опять же минометчик. Ой, и наконец-то башня. Наконец-то противотанковая башня, которая хорошо будет дамажить танки. С низким темпом стрельбы, крайне эффективно против... Эффективно при противостоянии бронированной техники. Значит, против пехоты она будет совершенно никакой. Мне как раз нужно было что-то противотанковое, ибо с пехотой я и так хорошо справляюсь. Ну, опять же, этот... Опять же, огневая точка, которой у меня дофига бесполезная пехота. Так, теперь открываем вот эти. Будем, скажем так, справа налево открывать с маленьких, и закончим с самым большим. Так, этот клопик, я его клопом называю, потому что он бронированный, как бы броня. А там сидит один человек. Собаки. И инструменты, которые повышают уровень нашим отрядам. Собаки тоже очень бесполезные, скажем так. Их очень легко продамажить. Опять же, бесполезная пехота. Ну, это... Еще довольно полезная башня, потому что она сбивает самолеты. И не позволяет атаковать воздушным войскам тебя. Что же нам достанется здесь? Миномет. Пехота. Ну, видите, все то же самое выпадает. Почти нет шанса, что тебе выпадет что-то редкое. Вот, почти никакого шанса, что тебе выпадет вот что-то фиолетовое или, например, что тут еще есть. Допустим, такая вот машина. Никакого шанса, что тебе это выпадет. А, кстати, мне еще вот такая вот штука досталась. Вот эта вот машина, которая может переезжать к карьеры. То есть, его не обязательно пускать по мосту. Он просто может переезжать через карьер. И атаковать точку. То есть, либо вот эту пулеметную, либо башню. Но я не думаю, что она будет полезна. У этого джипа очень мало жизней, и его очень легко уничтожить. И открываем самый последний пак. Посмотрим, что будет в нем. Так. Ракеты бесполезные. Еще одни ракеты, которыми я почти не пользуюсь. Девушки бесполезные. Танк. Вот танк-то хорошо. Его можно будет еще раз удушить. Его можно будет еще раз улучшить. Смотрим, что мне досталось. Значит, точка противотанковая. Противотанковая точка. И джип у меня как бы есть из нового. Это все то, чем я еще не пользовался. Джип и вот это. Вот этих вот баб. Можно вообще выкинуть. И собак тоже можно выкинуть. Правда, куда они там сбрасываются, я не помню. Их же можно вроде бы типа продать в магазине, что ли. Где-то здесь. И получить за них припасы, как-то так. Как-то так, короче. Рекруты здесь еще можно... Рекрутов еще можно нанять. Но это мне не нужно. Так, единицы. Как их продать теперь? Объясните, как их продать. Так. Применить, повысить подробнее. Но это явно не подробнее. Альянс. Создать поиск сражения. Таблица лидеров. Повторы. Так, в общем, как-то этих, я так понимаю, можно продавать. И... Обменивать на эти. А может, это и нельзя делать. Может, я что-то путаю. Так, давайте теперь составим свою армию. У меня... Должна быть хорошая противопехотная оборона. Она у меня сейчас состоит из... Из проволоки. И из минометчиков. Можно добавить еще башню. Джип. Башню и джип. Можно еще добавить. Но джип, я думаю, будет очень плохим. Но башня хорошо защищает от танков. Очень хорошо защищает от танков. Надо что-то из этого вычеркнуть, я думаю. Надо что-то из этого вычеркнуть, чтобы вставить сюда башенку. Противотанковую башенку. Но тогда мне некем будет атаковать. Атаковать мне будет совершенно неким. Башня стоит 5. Вот, представляете, 5. Она очень дорогая. Давайте пока что попробуем этими же войсками выиграть сражение. Этими же войсками попробуем выиграть сражение. Я хотя бы покажу, как это делается. Надо просто, если идет вражеская пехота, ставить колючую проволоку. Если едет танк, сразу же ограждение танковое. Танковое ограждение никак не уничтожается. Оно пропадает со временем. То есть, оно само по себе здоровье теряет. Колючую проволоку может задавить танк. То есть, сначала ставишь танковое ограждение, а потом уже колючую проволоку. Только так можно, скажем так, взаимодействовать. Если ты колючую проволоку спельди поставишь, то ты будешь в минусе. Она у тебя уничтожится. Но можно ставить 2 танковых ограждения подряд. И вражеский танк вообще не проедет никак. Просто продамажится. Тут можно играть от обороны. Урф. Уровень 4. Блин, у него имени-то никакого нет. Ставим бараки. Начинаем с бараков. Посмотрим, что барак поставит. Он ставит... Он, короче, по пушкам играет. Он играет по пушкам, понятно. Ну, значит, колючую проволоку здесь ставим. Пускай командир погибает. Прекрасно. Ну, никого ставить не будем. Подождем. А, он самолетами. Он тоже от обороны играет. Хорошо. Пускаем танк. Пускай тут танк наш едет. Все равно он не достанет до этого. А нет, он отвлекается. Вот блин. Вот блин. Он тоже играет от обороны, только чуть по-другому. Не так, как я. Значит, пускай здесь едет наш этот. Боевой. Парень тоже играет от обороны, но не так, как я. Немного по-другому. Немного по-другому. Еще один барак. Больше бараков. Немного по-другому. Нужно больше бараков. Нужно больше бараков. Он, короче, чисто самолетами играет. Я вот неправильно поставил. Ну, он мне наносит урон. Ой-ой-ой-ой. Ну мы так можем сделать. Хоп, и застрял у тебя этот джип. И все. Мы-то можем сделать так. А потом пустить здесь свой танк. А здесь свою эту. Пустить. И что ты сделаешь? Ничего ты не сделаешь. Но блин. Вот блин. Понимаете, в чем проблема? Он играет от обороны. Вот в чем проблема. А я никак не играю. Я тоже играю от обороны, только немного по-другому. Он играет башнями, я заграждениями. Он играет башнями, я заграждениями. Вот в чем проблема-то наша. Он никого не посылает. И прикол в том, что, скорее всего, выиграет он. У него еще машина едет. Которая сейчас огребет. Которая сейчас огребет. По идее, должна. Так, мы тут проволоку делаем. Осталось 30 секунд. У него этот командир сам сдохнет. Мы должны уничтожить всех. Но мы не успеем. Мы не успеем, это очевидно. У него самолеты есть. Он продамажил меня. Значит, скорее всего, я буду в минусе. Он меня продамажил, значит, я в минусе. Блин, эта башня неплохо так дерется, скажем так. Ничья. Внезапная смерть. То есть сейчас выиграет тот, у кого больше жизни останется. Значит, нужно всех своих юнитов пускать. Всех возможных юнитов пускать. Которые есть. Пускаем всех возможных юнитов. Давай. Надо одну звезду хотя бы. Прекрасно. Победа. Я победил потому, что у меня было больше юнитов, которых можно было пустить. Прекрасно, и мы получаем ящик пехоты. Открываем его. Он откроется через 3 часа. Следующее сражение. Мы оба играли от обороны, только... У него было очень мало юнитов, которые атаковали. То есть это мне было на руку. У него, конечно, были противотанковые башни, но они очень дорогие. Он все ресурсы тратил на них. Так что он был от этого в минусе. А у меня еще пехота была из бараков. Но, блин, у него прямо были противотанковые, противопехотные укрепления и противосамолетные. Потом, что у него еще было? Сам самолет, это уже 4. Джип. Потом, боевая машина пехоты, БМП у него. Или... Ну, короче, на гусеницах такая. И что-то еще вроде бы было. Даркурби. С этим я вроде бы уже играл. Давайте танчик, пускай первым поедет. Пускай первым поедет танчик. Он на что-то явно копит. На казармы? Серьезно. Я тоже могу казармы себе позволить. Я тоже могу себе позволить казармы. И поставить проволоку. Здесь вот эту штуку. Здесь вот эту штуку. И вот эту штуку. Так. Ну и смотрим, кто побеждает. Давай, смотрим, кто победит. Пока что он побеждает, честно говоря. Пока что побеждает он. Потому что у него танк Тигр тяжелый. Офигеть. Ой. Опять кто-то задонатил. Опять кто-то задонатил и купил Арту и Тигр. Я говорю, я с ним уже сражался. Я помню, что был чувак, у которого и Тигр, и Арта. Да. Вот такие вот дела. Вот что происходит, когда играешь с донатором. Все, эта машина у него застряла. И теперь он с этой стороны будет также атаковать. А тут уже никак. Тут я уже проиграл. Я, понимаете, еще проиграл до того, как бой начался. Проиграл до того, как начался бой. Офигеть. Так, как так? Так, тут эту делаем. Тут ракетчика делаем. Проиграл до того, как начался бой. Все, я потерял уже две башни. Чувак, сколько ты заплатил? Скажи честно. Сколько ты заплатил? Почему мне не выпал Тигр? Прекрасно. Поражение. У меня есть такая штука, но она ничего не зарешает. Она ничего не зарешает. У меня тоже есть бараки, но они тоже ничего не зарешают. О, барак на барак, прекрасно. Бараки на бараке. У меня, конечно, есть миномет. Но вряд ли он что-то сделает. Он победит. Но это очевидно. Тут можно заканчивать бой еще до того, как ты его начал. Ну, Даркурби. Хренов ты донатер. Тут против Тигра вообще ничего не работает, скажем так. Тигр есть, все, ты побеждаешь. Вы видели, он, можно сказать, с трех тысяч убивает башню. Его и ракеты не пробивают. Тигры и ракеты не убивают. И это его, как бы сказать, противотанковая установка не убивает. Все. Хренов ты донатер. Может поставить что-то противотанковое против него? Допустим, вместо этого поставить противотанковую башню. Да я уверен. Танк Тигр бы ее с двух тычек разнес. Я в этом совсем не сомневаюсь. Не-не-не, у меня, скажем так, дешевые юниты. Лучше играть от этого. От этой тактики. Лучше играть от этой тактики. У меня есть и дешевые юниты, и дорогие. И в нужный момент ставим просто заграждение. И все. Ставим заграждение и копим на бараки и на свои ПТУ. И все. Бачус. Ты-то, надеюсь, не донатил, чувак? Я надеюсь, ты-то нормальный. Ну, давай, строй что-нибудь. Ладно, делаем первым. Ну, ты строишь этого, я строю это. Я побеждаю. И я побеждаю. И я побеждаю. И я побеждаю. Вот таким вот образом. Надо барак построить. Чтобы у нас пехота выходила. Чувак, зачем? Не надо, одумайся, чувак. Сюда вроде еще пехота выбегает. Ну да, конечно. Он ломает мне эту... Мое укрепление ломает он мне. Ну окей. Значит, мы все по этой стороне пойдем. Раз наш противник захотел нам тут сломать, мы сломаем ему тоже тут. Все, сломаем. Казар мы построим. Чтобы ему надоедать. Он тоже ставит этого парня с ракетометом. Так, ну тут-то у нас колючая проволока будет. И тоже чувак с этим... С минометчиком. Так, мы сломали. Мы смогли, мы сломали. Так. Заграждение первое. Чувак с базукой. Не даем ломать ему. Не даем ему ломать. Не даем ему ломать. Танки. Пошли. Давайте танки. Я в вас верю. Так. Клопика ставим. Не знаю, почему я ему клопика называю, я просто привык. Двойте командные очки. Надо вот этого ставить быстрее. Так. Пехота пошла. Минометчика сюда. Барак сюда. Это сюда. Это сюда. Его сюда. Потом эту надо будет сюда ставить. Это сюда. Это сюда. Осталось 30 секунд. Все, я победил, потому что я это задефил. Я победил, потому что я это задефил. Я говорю, я от защиты играю. Я играю от защиты. А не от атаки. Вот видите. Играя от защиты. Вот черт собака. Он ракетой, короче, мне сломал. Он сломал мне ракетой, значит ничья будет. Внезапная смерть сейчас победит тот, кто сломает больше. А я сломаю больше. А знаете почему? Потому что я тут могу ставить бараки и прочее. Потому что у меня больше юнитов на карте, значит я выиграю. Я выиграю, потому что у меня больше юнитов на карте. Да. Прекрасно. Ставим, короче, всех юнитов, которых можно ставить. Башни ему ломаем. Башни главное. Башни, корабль, все, что есть. Танки. Прекрасно. Вот эта тактика мне нравится от защиты играть. Играть от защиты вполне неплохо. Вполне неплохо. Еще один ящик нам достается. Так, может быть как-то сменим тактику? Может действительно поставим эти? И возьмем вот эти ракеты? То есть эти, наверное, ставим, этих ракетометчиков оставим. Так, я даже не знаю. Давайте возьмем башни и эти. За место... Даже не знаю, кого. За место кого. Кем я тогда буду ломать? Башни врагу. Допустим, за место танка. За место танка. Надо ракеты взять. За место чего? Взять ракеты-то? За место барака? Но у меня нет ничего противопехотного тогда. У меня нет ничего противопехотного. Или самолет взять. Ладно, попробуем как-нибудь так. Попробуем так. Или этот все-таки сделать. Короче, попробуем таким образом. С ракетами. С... Колючей проволокой. Да ладно, мне вообще достается чувак шестого уровня. Тут... Как работает схема-то? Я третий вам чувак шестого. Он уже победил. Ну окей. Я значит сломаю ему эту вышку. Я ему эту вышку сломаю, окей. Вы сами этого хотите. Вы сами этого захотели. Вы сами этого захотели. Давай. Прекрасно, сдохли. Минометчик. Прекрасно, они все сдохли. Так. Теперь нужно эту вышку ему ломать. Теперь нужно ломать ему эту вышку. Каким образом мы это сделаем? А хрен его знает. Надо всех ставить, кто есть, короче. Надо ставить всех, кто есть. Он сейчас с этой стороны на меня попрет. Ну я же говорю. Надо вот эту башню поставить. Либо на это накопить. Либо так, либо так. Давай, башня. Башня давай. Ах, потерял. Тоже потерял. Но он сейчас в плюсе. Он сейчас в большом плюсе. Так. Клопик. Клопик, атакуй. Мы будем его корабль, короче, мочить. Мы просто будем мочить ему корабль. У него пехота. Вряд ли он что-то пехотой пробьет моему кораблю. Хотя может. Спокойно даже может. Спокойно даже может. Надо защититься. Защититься и сломать. Всеми возможными способами. Блин, он еще с этой стороны пошел. Собака. Он еще с этой стороны пошел. Два ракета. Красно. Сюда. Танк. Ты не пройдешь. Мы сломаем ему корабль раньше, чем он нам. Крайне мере должны. Да блин. Не, с башнями как-то не очень. Давай корабль. Прекрасно. Победа. Победа. Да блин. Играть с парнем, который с шестого уровня, а ты третий, это офигеть. Это просто офигеть. Это довольно тяжело. Довольно тяжело. У него было очень много, скажем так, техники. А у меня противотехники, против техники только вот это и вот это. Причем это все дорогое. Это очень тяжело. Можно, кстати, чисто технику запихать. Давайте таки сделаем. Запихаем чисто технику. Не будем никакие ограждения оставить против пехоты и прочее. Чисто технику себе в войска запихаем. И вот этого парня. И, наверное, этих двух. Оставим. Так. Что у меня есть из техники? Джип. Я хотел посмотреть, как он работает. Хотел посмотреть, как работает джип. Танк, конечно же. Артиллерию. Не знаю, стоит ли оставлять. Тебя мы тоже, наверное, возьмем. За место этого. И что мы поставим сюда? А, сюда мы поставим, давайте, колючую проволоку. Поставим колючую проволоку. Так, да. Просто против техники у нас... Как бы есть эти ребята. А против пехоты у нас только он. Поэтому с пехотой надо как-то будет бороться. Ну, вроде бы так. Попробуем играть этими боевыми единицами. То есть будем играть агрессивно. Агрессивно наступать и ломать здание. Пипи Бигл. Пипи Бигл. Ну что ж, Пипи Бигл, готовься. Готовься, Пипи Бигл. А, он играет как раз против техники. Прекрасно. Прекрасно он играет против техники. У него, короче, против техники как раз. Ну окей. Мы огромный танк сюда поставим. Что ты сделаешь? Что ты сделаешь своим огромным танком против меня? Тем более у меня есть минометчик. Сейчас он подойдет. На такой случай у меня есть вот этот парень. Понимаете, да? Он думает, он защитился. А нет. Мы-то проедем через карьер. По идее должны, но он почему-то не стал проезжать. Но он почему-то не стал проезжать. У него еще бараки есть. Нифига, он стреляет минометчик в башню. Хотя он должен в этого чувака стрелять. Он, по идее, должен в этого чувака стрелять. А стрелять не туда, куда надо. Сейчас надо подумать, как защититься от этих. Это делается вот так. Все делается вот так. С помощью этого. И вот этого парня. С ракетной установкой. Надо было, блин, базуку... Ой, не базуку, миномет поставить. Надо было поставить миномет. Так, до танка копим. Копим до среднего танка и сюда. И сюда сразу же. Здесь нужно это ставить. Давай пехоту. Анти-пехота у нас тут. А мы это ломаем. Он почему-то чисто от пехоты играет. Непонятно почему. Непонятно почему он играет чисто от пехоты. У него вроде бы техника есть. Так, хорошо, тут мы справляемся. Так, тут хлопика. Блин, ну... Он просто фигачит и фигачит свою пехоту, которая сейчас... Дохнет. Которая сейчас дохнет. Ну, тут пускай этот едет наш. Ой, у него тигр. У него тигр. Всех сюда пускаем. И минометчика, и этого. Но он сейчас мне раздамажит сильно. А мы этого по карьеру пустим. Куда ты едешь, дурачок? Куда ты едешь? Так, тут, короче, пак чуваков пошел. Пошел пак чуваков, которых надо срочно продамажить. Четыре. Три. Две. Один. Кто победит? Ничья. Внезапная смерть. Мы должны как-то победить, но мы не сможем. Мы уже не сможем. У него больше юнитов, тем более тигр. Тигр. Вот черт. У нас было очень... Скажем так... Нам чего-то не хватило. Нам не хватило юнитов, которые с пехотой борются. Машина очень плохо себя показала. Она едет не туда, куда надо. Значит, эту машину можно спокойно убирать. И тоже ставить казармы. Можно убирать и ставить казармы. Либо снова заменить на эти. Либо снова заменить на эти штуки. Давайте поставим казармы. Эта машина очень плохо себя показала. В ней нет ничего такого, скажем так, интересного. Повысим. Танчик тоже повысим. Пускай будет посильнее, посерьезнее. По идее, вот... Это и это должно быть в сочетании, вместе. Друг без друга они очень бесполезны. Они совершенно бесполезны друг без друга. Вместо минометчика, конечно, можно огнемет взять. Вот у него какой урон? 90 площадь урона. А у тебя... Ой. Ой. Не на. Подробнее надо. А, нет. Врон в секунду это надо смотреть. 70. 70 у тебя... 44. То есть он как бы эффективнее, но он... Ближе подходит. Он ближе подходит. Еще взрывается в конце. Ну оставим, короче, минометчик. Надо... Тут такую тактику придумать, чтобы бороться со всеми. И с пехотой, и с этими, но это очень сложно. Пока что самое нормальное, которое я играл в первый раз. Чтобы заграждения были, и... Проволка колючая была. Рамбунг-киоснага. Офигеть. Рамбунг-киоснага. Танк. Танк и пак юнитов. Хлопик, расстреливай их. Давай. Так, мы тут в минусе небольшом, скажем так. Мы потеряли. Это уже, потому что я агрессивно играю. Он говорил, агрессивная игра с этими танками, она бесполезна совершенно. Надо от обороны играть. Ты играешь с обороны, и все окей. Все хорошо. Когда играешь... Агрессивно, ты проигрываешь. Я вот уже потерял. Считайте, этот. Уже дот потерял. Видите, он добивает, и все. Теперь может строиться тут. Теперь он может строиться тут. Надо срочно это все уничтожить. Надо срочно это все уничтожить. Домажьтесь, твари. Домажьтесь, твари. Прекрасно. Ихо! Машинка проклятая. Так. От машинки избавились. Но он все равно здесь может встроить. Это очень плохо. Мне нужна вот эта штука. Тут, понимаете, без антитанков никак не победить. Без антитанков тут никак не победить. То есть, когда у тебя есть только колючая проволока, но нет заграждения от танков, ты все равно будешь проигрывать. Ты будешь жестоко проигрывать. Давайте командные очки. Так. Ну, тут нужна колючая проволока. Без нее просто никак. Без нее просто никак. Так, избавились от тварей. Так, этот надо ставить в первую очередь. Это. Это надо. Господи, он опять делает этих юнитов. Опять их делает. Давай, проволока. Домажь всех, кто есть. Блин, вот не могу просто. Не получается сражаться с теми. Но тут можно уже не сопротивляться. Можно уже сдаваться. Поражение. Это было очевидно. Ну на ее. Второй уровень. Ну я... Ну хотя бы так. Это лучше, чем против шестых уровней драться. Это лучше, чем играть против парней шестого уровня. Он пока что никого не строит. И мы пока что никого не строим. А нет, строим. Строим. Вот так вот. Вот так вот мы делаем. Вот так вот мы делаем. Вот так вот мы делаем. Вот, от обороны как-то легче. Пока что легче, по крайней мере. Гнездышко тут делаем. Расстреливаем всех, кто тут есть. А, он поставил танк здесь теперь. Понятно. Значит, ракетометчика сюда. Ракетой он ломает все мои укрепления. Прекрасно. Ничего у него не выйдет. Ничего у него не выйдет. Мы все равно проедем. Ничего у него не получится. Мы все равно сломаем ему все точки. Так, давайте вот эту штуку сюда поставим. Нет, я не туда поставил. Я совсем не туда ее поставил. Совсем не туда, куда хотел. Ой-ой-ой, это будет плохо. Это будет очень плохо. Я поставил ее... Хотел поставить сюда, короче, поставил сюда. Ой, за это я могу проиграть. За такую ужасную ошибку. Танк. Минус танк. Минус его танк. Минус его танк. А тут мой едет. Короче, я вот здесь хотел поставить этот раз. Понимаете? Но немного облажался. Немного облажался. Больше пехоты. Нам нужно больше пехоты. Так. Прекрасно. Одна звезда за мной. Две звезды за мной. Стало есть 30 секунд. Значит, больше пехоты. Больше огневых позиций. Больше пехоты. Напираем. Напираем со всех сил. Удачи, чувак. Удачи, потому что это жестокая игра. Ты всего лишь второго ранга. Ты не знаешь, насколько эта игра опасная. Подкрепление. Посмотрим, кто мне достался в подкреплении. Опять же собаки. Это бесполезные вещи. Мне достается тот, кто у меня уши есть. Прекрасно. Ничего нового дать не могут. Тут нет ничего нового. Вот совершенно ничего нового. Ничего хорошего, ничего нового. Что хорошего в этой машине? Она ведь бесполезная. Зато если ее повысить. Давайте ее повысим. Она будет чуть сильнее. Чуть сильнее, чуть серьезнее. Чуть сильнее и чуть серьезнее. Еще можно вот это повысить. Давайте попробуем еще раз. С помощью... С помощью чего? С помощью, короче, того, что атакует чисто здание. С помощью этого будем играть. То есть, встроим чисто танк. Наверное, вместо барака. Мы его берем. Тоже повышаем. Тоже повышаем. Так, этого не берем. Я думаю, стоит взять еще самолет, чтобы зачищать полосу там и... ТД и ТП. И ТД и ТП. Его тоже можно повысить. Это можно взять за место этого, но... Это, по идее, очень полезная вещь. Против пехоты. Хотя, нафига? Нафига она нужна? Мы же можем... Что мы можем сделать? Давайте так сделаем. Вот так. Блин, все очень дорогое, честно говоря. Все, что у нас есть, очень дорогое. Надо что-то подешевле брать. А вот подешевле-то у нас ничего нету. О, хотя нет. Мы можем мешки с песком... За место самолета, например, взять мешки с песком. И укреплять себе позиции. Давайте так попробуем. Я стопроцентно уверен, что я сейчас проиграю. Тут просто никак невозможно победить. Я натолкал себе какой-то фигни, и против нас играет Конор. Черт его мать. Взять Конор. Черт тебя подели, Конор. И он копит на что-то... Серьезное. Копит Конор на что-то серьезное. На что-то очень серьезное копит Конор. Я даже не знаю, на что он может копить. Но у меня тут есть парень с базукой. И пулеметная гнездо у меня тут есть. И пак юнитов у меня тут есть. Давайте его и применим. Тут есть вот такая вот штучка. А тут мы укрепим. А это на время укрепляется, прекрасно. Укрепляется на время. То есть это совершенно бесполезная. Бесполезная штука. Я бы так сказал. Это совершенно бесполезная штука, потому что она укрепляется лишь на время. То есть эти мешки с песком можно даже не брать. У них нет никакого в гробу. Потому что они временные. Они не навсегда. Они быстро скипываются. Скипываются, скидываются. И все. Но сейчас эта штука исчезнет, я надеюсь. Я надеюсь. И можно эту пускать. Машинку. Машинку можно пускать. Он делает баррак. Давай ракету. Пах. Так, кого ты еще запустишь? Давай танк сюда. Ох, прекрасно. Прямо под этих. Прямо под чувачков. Прямо под чувачков я поставил свой танк. Ну, тут мы это делаем. Естественно. Давай сюда еще. Ракетный удар. Бах. Тут чувака с базукой. Естественно. Тут еще пулеметное гнездо. Тут так. А, он не достает. Он не достает. Хорошо. Значит, сюда танчик. Значит, сюда танчик. Сюда машинка. Тихо. Сюда танчик, сюда машинка. Сюда ракетный удар. Прекрасно. Прекрасно. И у нас есть шанс на победу, честно говоря. Я даже не думал, что такими фиговыми парнями может победить. Ну, как это возможно? Как это возможно? Такими фиговыми парнями победить. Так, это укрепляем. Парня с базукой. И вот он опять. Двоих чуваков делает. Давай ракетный удар. Ракетный удар сюда. Так, танк. Супер танк. Супер клопа. Этот танк. Это. Это. Сюда. Эй, они увернулись, нечестно. Честно, они увернулись. Они увернулись, так нечестно. Они не должны были увернуться. Чувака с базукой. Давай, пять секунд. У меня пять секунд для победы. Они не смогут меня убить. Ничья. Да. Ничья. Отлично. Да вообще пипец. Удачи. То есть эти вот мешки с песком, они совершенно бесполезные. Нет, они, конечно, защищают. Но смысла-то от них. Вот почти нифига нет. Почти никакого смысла. Легче вот эти от техники ставить. От пехоты и так можно избавиться с помощью этих. И этого. Уж лучше я возьму эти против техники. Уж лучше я эти возьму. Так, ракета хорошо защищает от пехоты. Так, это... Это все можно оставить. Это все можно оставить. Жалко барак не впихнуть, который клепает пехоту только в путь. Который клепает пехоту только в путь. Было бы зашибись. И это вот жалко... Жалко, что он слабее, чем этот. Следующее сражение. Пипи Бигл. Мы уже с ним дрались. И вроде бы он выиграл меня. Или я его... Я не помню. Я не помню, кто выиграл. Машинка! Машинка, ты едешь немного не так, как положено. Не так, как положено ты едешь, машинка. Ракета! Бах! И все. А, этот парень, короче, от пехоты играет. Понятно. Это тот пацан, который играет благодаря пехоте. Но у нас еще есть против техники. Хорошие плюшки. Так что вряд ли у него что-нибудь получится. Так, рано. Рано еще запускать этого чувака. Рановато. Давайте так хотя бы сделаем. Вот теперь уже можно. Но, блин, он бьет не того. Не того он бьет. Вот теперь так. В упор прямо. Прямо в упор. Надо это ставить. Он ломает мне все. Абсолютно все. Абсолютно все ломает. Вот теперь мне противопехотного не хватает. Потому что... Потому что его парни хорошо справляются с это... Со зданиями. Его парни хорошо со зданиями справляются. А у меня нет парней, которые хорошо справляются с пехотными. Но, блин, это... Это донатер. Который... Задонатил и получил тигра. А тигра хрен пробьешь, видите? Как вот тигра убивать? Никак. Он просто уничтожает тебя сам. Никак тигра и не убьешь. Да и против... Это... Пехоты ничего не поставишь нормального. Против пехоты тоже ничего нормального не поставишь. Просто ничего нету. Так, как с этим бороться? Никак. Ой, донатеры фиговые. Ой, проклятые донатеры. Смерть вам всем, донатеры. Прекрасно. Мы справились. Осталось только ракету применить. Прекрасно. Мы смогли. Мы смогли это сделать. Но у него тут еще... Тигр. У него тут еще тигр. У него тут тигр. Ракетный удар. Вот черт. Офигеть у него пехоты, вот честно говоря. Пехота и тигр. Почему у меня такого нет? Пехота и тигры. Пехота и тигры. Я, конечно, могу так же играть. Ну... Ракета. Вот у него есть танк. Это можно за место тигра поставить. Этот у него есть. У него... Нет башни, наверное. Так. Тигр. Че у него там еще есть? Куча пехоты. Ну давайте попробуем так же. Куча пехоты. Просто куча пехоты. Так. Вместо... Того пака юнитов у нас будут эти. Мы их поставим за место машины. Этих у нас. Эти нам, наверное, не понадобятся никак. Они тем более фиговые. Эти бабы. Фиговые бабы. Служебные собаки. Тоже, наверное, не нужны служебные собаки. Так, это надо, наверное, е. Хотя я не уверен, что это нам надо. У нас, короче, будет пехота против пехоты. Против техники и это. Да. Этого можно, кстати, поменять. На этого. Давайте лучше так сделаем. Пехота, пехота, пехота. У нас чисто пехота будет. Во! Попробуем его тактикой сыграть. Посмотрим, получится ли у нас что-нибудь из этого. Чисто пехота, пехота, пехота. Ну офигеть, ему сразу же выпал тигр. Возможно ли такое? Да я думаю, без доната такое тут невозможно. А этот, противотанковая, короче, штука. Это САУ. Она всем выпадает. Почти всем. Просто в первых сериях, когда я играл. Там у пяти игроков она была. Еще и командир. Дреддэ вампир. Дредд вампир. Пятого уровня, я третий. Ну блин, говорю тут. Тут очень странно. Очень странно я тут, короче, это. Расстановка войск, скажем так. Вернее, подбор игроков. Я такого-то уровня, он такого-то. Немного нечестно получается. Точнее, совсем нечестно получается. Совсем-совсем нечестно. А хрен ли у тебя миномет? У меня он тоже может быть. Хрен ли у тебя миномет? Ладно, сюда танк поедет мой. Сюда едет мой танк. А у тебя это едет, да? А ты не проедешь, понял? Ты будешь дамажиться. Ты, собака, будешь дамажиться. Ты не проедешь. Что это за штука? Почему они клепаются? Откуда они выходят? Откуда они там выходят? Откуда они там появляются, ёпты? Откуда эти твари там появляются? Мне нужно больше казарм. Больше казарм. Больше казарм ставим. Казармы обеспечивают нас защитой. Они обеспечивают нас защитой. Сносим. Прекрасно. Снесли. Так. Ты, ЕХ. Вали отсюда нафиг своим ЕХ. Так, это сейчас пролетает, и мы ставим танк. Воу, тут целый пак десантников. Десантура. Мочи эту десантуру. Вся десантура вышла. Надеюсь, мы сколько-то сможем. Сможем. Сколько тогда сможем это уничтожить? Так, юнитов сюда. Казармы сюда. О, прекрасно-то как. Чувачки с базукой. Чувачки с базукой. Так, ну ты не проедешь, это очевидно. Ты тут застрянешь. Навсегда причем. Ты тут застрянешь навсегда и сдохнешь. Ой, он мне сейчас сломает. Нет, не сломает. Ой, он тоже мне сломал. Я должен, я должен сломать. Прекрасно. Прекрасно. Он теперь строит на моей этой. Надо вот сюда шмальнуть. Сюда шмаляем и все окей. Так. Ты. Хватит стрелять по моим. Блин. Одна звезда у меня, другая у него. Офигеть просто. Просто офигеть. И в плюсе главное он. В плюсе главное он. Давайте сюда ставим парней. Этих. Домашьтесь. В плюсе это главное он будет. Надо просто своих юнитов побольше высаживать. Он мне больше урона наносит. Офигеть. Он наносит мне больше урона. Больше казарм. Больше казарм. Больше казарм. Надо все казармами заделывать. Все казармами, все броней надо заделывать. Все казармами, все броней. И вот это надо тут поставить. Средний танк. И все. Он сейчас бомбардировщиком ломает мой корабль. Надеюсь, что нет. Нет! Проклятые десантники. Проклятые десантники. Ох, какие проклятые десантники. Играть от пехоты немного не получилось. Может, вас и получить надо? На то вы какие-то хлюпики. Хиленькие хлюпики. Или мне эту пушку просто купить. Вернее, поставить вместо этого. Ну, чтобы хоть какая-то пуха была. Чтобы хоть какая-то пуха была. Давайте попробуем таким образом. Вот таким вот образом. Чисто пехота. Тут пехота, там пехота. Чем это хороша? Чем она лучше, допустим, этого? Давайте поменяем. Не знаю, чем она лучше. Но попробуем так. Ладно, это будет последнее наше сражение. Обнаружен враг. Это последнее наше сражение будет на сегодня. Ньютзвит. Я вроде с ним уже дрался. Давай, барак. У нас будет куча пехоты. Куча пехоты и все. Пехота контрится вот такими вот бункерами. Прекрасно. Пехота контрится бункерами. Ну, значит, строим этих. Так, этого сюда. У него тоже пехота прекрасна. У него тоже есть пехота. Пехота. Бучик. Бучик. Надо еще. Еще. Больше казарм. Больше казарм. Больше казарм, больше этих. Больше казарм, больше этих. И вот эту вот штуку обязательно надо будет поставить. Обязательно вот здесь. Прекрасно. Она делает свое дело. Давай, высаживаем. Месиво. Кто кого. Кто кого. Либо мы, либо они. Ну. Если честно, побеждают пока что они. Но, блин. У чувака тигр. Откуда? Откуда у тебя уже тигр есть? Уже тигр. Уже тигр, который ломает башни с двух выстрелов. Прекрасно. Ну, не с двух, с четырех, с пяти, там, не важно. И хрен этого тигра убьешь, короче. Офигеть. Все, сломан. Сломан, и он теперь троит здесь. Ой, читерный тигр. Сколько он стоит? Девятку? Вот видите, просто ставишь тигра, и ты побеждаешь. Никакого баланса в игре нет. Никакого баланса в этой игре нет. Ставишь тигра, и ты побеждаешь. Охренеть. 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 Просто охренеть. И куча пехоты, и тигры. Да. Просто прекрасно. Это никак не контрится. Что не делай, а это никак не контрится. Что турель, что ракета. Просто ставишь огромный танк, и все, ты побеждаешь. Неважно, сколько у тебя там пехоты, сколько всего, ты все равно будешь проигрывать. Почему? Потому что у тебя есть тигр. Ты командант? Да, командант. Так. Я что хотел? Может быть, это поменять на это? Может быть, это поменять на это? Давайте попробуем еще раз. Еще раз попробуем. У меня больше поражений, чем... Вот опять этот пацан. Вот опять этот пацан. И сейчас он опять затащит. Благодаря своему тигру. Надо это опять делать. Он делает барак свой. Давай! Вперед, моя ракета! Вперед, моя ракета! Ну, ракета так неплохо... справляется. Ракета не... О! Уже едут супертанки. Уже супертанки едут. Так, блин, они сейчас этого убьют. Надо здесь это уставить. Бах, бах, бах. Ой-ой-ой. Плохой супертанк. Плохой, плохой супертанк. Теперь надо атаковать с этой стороны. Теперь надо атаковать с этой стороны. Вот этим вот. Либо тоже поставить этого. Либо тоже ставить этого Еще пак юнитов Нет, зачем пак, у меня же есть минометчик У меня же есть минометчик, который вот так делает, да Пучка А второй выстрел делать не успевает, прекрасно Но зато я могу вот так делать Зато я могу делать так Прекрасно Все, мне сломали уже Ох, как же тяжело Как же тяжело Как же тяжело играть Опять танки пошли Когда у тебя нет ничего противотанкового, ты просто проигрываешь Когда у тебя нет Проволоки, ты просто проигрываешь Ты проигрываешь пехоте, когда у тебя нет Упс Юля, когда у тебя нет ключей проволоки, ты проигрываешь пехоте Когда у тебя нет противотанковых этих заграждений, ты проигрываешь танком Ой И как же быть Вот такая вот катка Я думаю Это все Самое-самое Глупое, что можно применить Самое нормальное Это все же вот эти вот Все же вот эти вот Ну, можно, конечно, еще пушечку поставить Можно, конечно, еще пушечку влепить Там вот эти доты Влепить Это тоже Было бы нормально Вот эти тоже можно Паки юнитов Скажем так Было бы нормально Но Но вот эти вот просто незаменимы Ну вот Этот Этот и этот Они просто идеально справляются со своей работой Но эти тоже, скажем так Давайте еще раз Попробуем от обороны Последний раз Последний раз Снова попробуем от обороны Будем кучу зданий строить Постараемся строить кучу зданий Фигово, что тут здания теряют жизни Это немного нечестно Но зато Если бы они не теряли жизни Это тоже было бы нечестно Но тигр тут вообще имбовый Пипи Бигл Опять этот чувак Ооо Почему мне достаются такие враги? Где Где чуваки, у которых Армия без тигров Такие вообще существуют? Такие существуют? У которых тигров нет Ну давайте сюда Минометчика, что ли У него еще башни есть прекрасно У него еще и башни есть тоже прекрасно Сейчас свой пак юнитов выпустим У меня тоже есть У меня тоже есть юнит И еще у меня есть минометчик, чувак Еще у меня есть минометчик Мой-то минометчик посерьезнее твоего будет Знаешь почему? Потому что мой Стреляет первым Вот только он тоже дохнет, да Только он тоже дохнет И эта башня главная С трех выстрелов Дохнет С двух Офигеть Нахрен она тогда вообще нужна Если она дохнет с двух выстрелов Нафиг такая башня вообще нужна Если она дохнет с двух выстрелов Офигеть Она стоит дорого Но она совершенно бесполезная Этот чувак чисто от пехоты опять играет А мне даже некого строить У меня никто не делается И мне некого строить Пипец Какой же пипец То есть Эту башню можно чисто исключать Она бесполезна совершенно Она бесполезна совершенно Не, нет ничего хорошего Вот это самое нормальное Еще когда играешь Обязательно должны быть маленькие танки Это я помню Маленькие танки Клопики Чтобы подбрасывать кого-то За двоечку За четверочку Когда нет ресурсов А если их нет Читай ты проиграл Прекрасно Еще этот едет Еще этот едет Давай стреляй уже в него башенка Стреляй башенка Глупая башенка Глупая башенка Ну посмотрим Что мы тут сделаем Очень много пехоты у него Офигеть Откуда столько Откуда у него столько Он их плодит Он поставил тут башню Ну значит Мы поедем здесь Мы конечно продамажимся Но мы сюда еще и пехоту выпустим Но мы сюда еще и пехоту выпустим Зато Ооо Тигр конечно Как же без тигра Как же без тигра Красно Еще и ракета Он пока что один-один Зато один-один У нас такая вот штука есть У нас вот такая штука есть Штучка-плюшка Ну и чего Байчик 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 Тут мы Строим оборону Мы тут строим оборону Давай мочи всех Всех его Всех кто у него есть Мы мочим Прекрасно Он своих выпустил Под миномет Он молодец Он наверное не видел Что у меня там миномет стоит Мне это на руку Мне это только на руку Башню еще надо ставить Эту еще надо ставить Победа Прекрасно Прекрасная победа Хорошая игра чувак Причем у него Видели больше очков Чем у меня Больше очков Чем у меня Хотя я уровнем выше Ну Наверняка Это донат Сколько стоит тигр Как его вообще купить Сколько стоит тигр Мне вот просто интересно Вот он тигр Тяжелый танк Восьмерку Артиллерия Я хочу артиллерию Она очень далеко стреляет Радиус Диапазон Девять ярдов Я хочу либо такую артиллерию Либо Где она тут еще Вот эту пушку Гаубицу Она очень далеко стреляет Я хочу ее Как ее купить Никак Никак ты это не сделаешь Но откуда у тебя танк Танк это северная Африка А мы сейчас В северной Африке Наверное так Наверное так Ну и что у тебя есть здоровье 1873 Вот попробуй пробей этот королевский тигр Хер ты его пробьешь Урон 2900 294 точнее Скорость попаданий То есть это видимо скорость стрельбы Раз в две секунды Пиздец Вот просто Никак не скажешь Они бы фиксили Вот создатели игры Они бы хотя бы фиксили Своё творение Просто если сравнить С этим танком Очень Очень большая разница Очень большая разница Я понимаю Я понимаю что тот стоит 8 А этот 6 Но не так же жирно Это должно быть Ну что ж С вами был бомбящий Ляр Которого бомбит От всего происходящего В этой игре На этом я с вами прощаюсь Всем пока